Это программа «День с толком» в студии Ирины Корчегина. Здравствуйте! В ближайшие 15 минут о хороших новостях и не очень. Лунных кратеров больше нет. В Барнауле отремонтировали улицу Мамонтова. Раньше мы не могли ни там пройти, ни как. Шли по дороге, все в грязи, все в ужасном состоянии. В крае начались досрочные выборы депутатов ВКЗС и глав сельских поселений. Предвыборную кампанию уже назвали бесконфликтной. Самые красивые девушки, байкеры, авиа и огненное шоу. Настраиваемся на День города. Желаю, чтобы у всех всегда было хорошее настроение в первую очередь. И на День города хорошо оторваться. В Барнауле подходит к завершении сезон ремонта дорог. К примеру, сегодня сдали один из самых проблемных участков – улицу Мамонтова. Она не видела ремонта 15 лет. На дороге уже стали появляться ямы, напоминающие лунные кратеры. Что изменилось сейчас и о чем барнаулицы все еще просят дорожников, узнала моя коллега Полина Жданова. Теперь от улицы Мамонтова до Канатного ни одной ямы. Эта дорога не видела капитального ремонта больше 15 лет. Чтобы ее обновить, властям пришлось вложить в покрытие почти 19 миллионов рублей. К слову, на этом участке дороги за счет транзита большегрузов движение более чем оживленное. Помимо нового асфальта появились и пешеходные дорожки. Жители частного сектора их уже оценили. Раньше мы не могли ни там пройти, ни как. Шли по дороге, все в грязи, все в ужасном состоянии. Очень, конечно, спасибо. И спасибо за нашу улицу Конева, что ее асфальтировали. Большой проблемой на Мамонтово всегда было скопление талой и дождевой воды, поскольку дорога находится в низине. Теперь ее подняли с помощью дополнительного слоя асфальтобетона и проложили водоотвод. Однако жители частного сектора переживают, что вода, которая текла на дорогу, будет подтапливать дома, потому что вдоль них ливневки не выкопали. Все, конечно, встревожены сейчас, потому что весной вся гора течет, снег течет под нас. И все будет стоять, скорее всего, в домах, потому что не так низкие дома старые. Пожалуйста, сделайте нам ливневки, мы очень за это переживаем. В целом барнаульцы остались довольны ремонтом. Гарантийный срок покрытия – 5 лет. Городские власти обещают контролировать обслуживание участка и своевременно устранять недочеты. Ну а проверить, удалось ли избавиться от всех дорожных проблем на Мамонтово, удастся только весной в период таяния снега. Полина Жданова, Алексей Фризин. День с толком. 8 сентября в Крае пройдут выборы. В основном выборы в районах. В крупных городах, например, в Бийске, из восьми кандидатов в местную Думу выберут двух. В Барнауле пойти на избирательные участки предстоит лишь части жителей железнодорожного района. В городскую Думу им предстоит выбрать одного человека из-за того, что действующий депутат досрочно сложил свои полномочия. Кстати, Ирина Акимова, председатель избирательной комиссии Края, уже назвала эту кампанию бесконфликтной. Надеется, что также пройдет и единый день голосования. Надежность выборов должны, по ее мнению, обеспечить в том числе и новые технологии. В этом году комплексы обработки избирательных бюллетеней работают с новым программным обеспечением, который позволяет одновременно использовать и технологию QR-кодирования, соответственно, обеспечения дополнительной защиты каждому протоколу участковой избирательной комиссии и позволяющий еще более ускоренный ввод протоколов с комплекса обработки избирательных бюллетеней осуществлять в систему газвыборы. Кстати, те, кто по состоянию здоровья не сможет опустить бюллетень в урну на участке, могут подать электронное заявление о голосовании на дому. Это касается в основном пенсионеров и инвалидов. Почти 50 участков будут специально оборудованы для людей с ограничением зрения. Ирина Акимова подчеркнула, что нынешние выборы можно назвать молодежными, ведь четверть от всех избирателей именно молодежь. Заместитель губернатора Денис Губин подчеркнул, выборы максимально открыты и призвал журналистов и жителей края быть объективными в этот день. Вы понимаете, в какую пору зашел мир неистового хайпа, фейков и прочих историй. Так вот, хотелось бы, чтобы мы меньше использовали и тратили время на то, чтобы искать черную кошку в темной комнате. Жители края бесплатно проверят на наличие опухолей. В сентябре любой желающий может прийти на бесплатный осмотр в онкодиспансер. На этот раз врачи будут проверять полость рта и носа. Именно на таких осмотрах удается на ранней стадии выявить онкологию. Почему не стоит закрывать глаза, если у вас обветрились губы или во рту появилась простая болячка? Расскажем прямо сейчас. Полгода назад у Николая Берестейникова на губе вылезла болячка. Сначала он подумал, что просто обветрились губы, но жгучая боль заставила пойти к врачу. Диагноз – рак губы первой степени. В краевом онкодиспансере ему проводят лучевую терапию. Обошлось без операции. Когда у вас это все появилось, вы же наверняка не думали, что это онкология? Нет, просто болит, да, не заживает. Потом не заживает, не заживает все. Это проходит, опять начинает. И такие первые звоночки многие пациенты часто воспринимают как обычное воспаление. А ведь от ранней диагностики во многом зависит успех лечения. Опухоль наружной локализации, а это лор-органы, полость рта, щитовидка, могут вовремя выявить даже стоматологи или лор-врачи. Вообще патология довольно нередкая. Грубо говоря, 100 человек болеют раком нижней губы, выявляются вновь в Алтайском крае 100 человек из локализованного образования полости рта, в том числе языка. Где-то 100-150 человек рак гортани. В прошлом году у 150 жителей края выявили рак полости рта. Половина из них попали в руки онкологов уже на третьей и четвертой стадии. Чтобы как можно раньше выявить рак головы и шеи, врачи краевого онкодиспансера устраивают бесплатные осмотры. Специалисты проверяют слизистые полости рта, и этого достаточно, чтобы выявить проблему и отправить пациента по необходимости на биопсию. Если в полости рта появились болезненные ощущения, локальные, или язвочка, или наоборот образование, и все это в течение двух недель не проходит, то можно смело приходить. Кстати, если у вас болит голова, это не повод, чтобы приходить на осмотр. Причиной может быть мигрень или гипертония. Точную дату бесплатного осмотра можно посмотреть на сайте краевого онкодиспансера в конце следующей недели. А Николай Берестенникова уже через месяц должны отпустить домой. Он уже и сейчас чувствует себя хорошо, только жалеет, что придется встретить день рождения в стенах онкоцентра. 17 сентября ему исполнится 80 лет. Ирина Корчагина, Александр Антропов. День с толком. А сейчас о совсем другой акции. Она тоже становится традицией. Сотрудники Барнаульского водоканала очистили от мусора берег Аби. Субботник провели в рамках акции «Вода России». Ее участники очищают водоемы по всей стране. Продолжит Андрей Дрейр. Ни для кого не секрет, барнаульцы, отдохнув на берегах местных рек, часто мусор не вывозят. Оставляют прямо здесь, на берегу. А потом активисты эти горы собирают. Сотрудники барнаульского предприятия «Субботник» проводят уже во второй раз. Нынче на берегу Аби в прошлом году также чистили барнаулку. Делаем это мы с большим удовольствием. Это не часть нашей работы, которую мы должны делать по долгу службы, что называется. Это то, что мы делаем, потому что считаем, что вообще наша компания – это не столько про оказание услуг по водоснабжению, сколько это экология и здоровье. Кстати, акцию приурочили ко дню города и столетию открытия первого барнаульского водопровода. Весь собранный мусор предприятие по традиции отвезет на полигон. Андрей Дрейр, Александр Антропов. День с толком. И теперь к главной теме. Завтра краевая столица празднует день рождения. Барнаулу исполняется 289 лет. Наверное, у каждого жителя есть свои любимые места в городе. Накануне праздника Анастасия Дороган встретилась с известными барнаульцами, чтобы узнать, куда в городе им хочется приезжать чаще всего. Здравствуй, папка Барнаулу! Здравствуй, мой сынок! Новая песня Виталия Гасаева, как аудио-экскурсия по топовым местам Барнаула. Текст написал его друг Новосибирец, когда переслушал рассказы Гасаева о родном городе. Виталий встретился с нами именно на сковородке. Здесь давал первое интервью. В политехническом он учился, а там же играл в театр, с которым стал известным. КВН был потом. И, будучи звездой, он Барнаулу не покинул. Все люди, которые благодаря КВН сделали какую-то популярность, и все, кто там остались, они упредели. Ну, я не знаю, мне вот как-то вот так совпало. Причем я кайфую здесь, мне здесь нравится. А «Железная леди» выступает в министерских кабинетах. Стелла Штань – представитель губернатора в ЗАГСобрании. Она нас тоже привела к альмаматор – скверу у Алтгу. Поэтому вот он такой камерный, он такой вроде в центре Барнаула, но очень такой уютный. Поступая в университет, не первый раз, второй, и была безумно счастлива, увидев в списке вот здесь, на корпусе Димитрова свою фамилию. И вот эта вот радость, вот этого ощущения причастности к какой-то новой жизни. Одно из лучших ее фото сделано тоже в сквере. Здесь Стелла закрыла сессию на «Отлично» и уезжала в стройотряд. Автор снимка Андрей Каспришин – известный фотокреспондент края. Получается, что фотографирует он Штань всю жизнь. А для Натальи Шибенковой, чемпионки СССР по семиборью, знаковое место, конечно, стадион «Динамо». Здесь шлифовала свои навыки, пока на трибунах ее ждала маленькая дочь. Потом побеждала и мотивировала окружающих. И я бежала, как всегда, за бег 400 метров с мужчинами, обгоняла всех. И один, он мне потом впоследствии рассказывал, проиграть такой женщине не можно было. Все знали, что член сборной Советского Союза, мастер спорта международного класса, уже там медали чемпионатов Европы и так далее. Но мужское самолюбие не позволяло. Он выложился, он там, я не знаю, какие свои резервы организму включил, но в итоге он меня обошел. А потом его вот эта спортивная упертость помогла ему в дальнейшей карьере. Он добился много послужебной лестницы. Много лет является заместителем председателя Алтайского краевого совета «Динамо». И сейчас президент футбольного клуба «Динамо». Это Минин Алексей Алексеевич. Алексей Алексеевич, с днем города. А мы поздравляем всех жителей города с днем рождения Барнаула. Желаем вам найти такие же примеры для подражания и вдохновения. И не забывать, Барнаул – столица мира. Анастасия Драган, Илья Халяпин. День с толком. Простым жителям города тоже есть что сказать в преддверии праздника. Мы спросили у них, что бы они пожелали родному городу в день рождения. Поздравить всех с праздником, пожелать здоровья, удачи и жить в чистом городе. Я хочу пожелать всем с наступающим этим праздником. Желаю всем здоровья, чтобы весело встретить день города и благополучия всем. Если горожанам всем, то здоровья, конечно, в первую очередь. Ну, чтобы все смогли и работали. Только всего, наверное. Если будут работать, все заимеют тогда уже. Желаю городу, чтобы он всегда строились новые дома. И он был всегда красивым, с цветами. Радости, веселья в праздничный день, рад день города. Хорошего настроения, взаимопонимания, выручки. Ну, всего добрых, теплых отношений, чтобы друг друга уважали. Ну, и чистоту в городе соблюдали. Я бы хотела пожелать всем барнаульцам и всему городу мирного неба. Дружбы, любви, хорошего настроения. Желаю, чтобы у всех всегда было хорошее настроение, в первую очередь. И на день города хорошо оторваться. А вот в Ленинском районе в преддверии Дня города устроили свой праздник. Территориальное общественное самоуправление «Народное» совместно с жителями организовало торжественное мероприятие. А танцоры, ведущие певцы – это все соседи. Если праздник жителей Ленинского района всегда готовы, целую площадь «Народную» отвели специально под такие традиционные гуляния. В Ленинском районе так заведено, что депутат совместно с ТОСами проводит такие мероприятия. Так что, думаю, мероприятия пройдут очень хорошие в городе. Город, в принципе, готов. Сегодня я был в центре города, я просто его не узнал. Все красиво, все разрисовано, проезжая часть все отремонтированы, все это сделано. Анатолий Суворов выступает соорганизатором праздника вместе с ТОСом седьмой год подряд. А традиции проводить такие мероприятия здесь уже около 20 лет. Жители сами выступают, устраивают конкурсы и дарят детям подарки. В этот раз особо повезло с погодой, так что все отдохнули, что называется, от души уже продумывают концертные номера на следующий год. Андрей Дриер, Илья Халяпин. День с толком. Сейчас расскажем, куда лучше всего сходить в день города. Итак, праздничное утро начинается с тренировки. В 11 часов на горном парке пройдет забег по лестнице. Пробежаться приглашают всех желающих. А к часу дня стоит приехать на площадь Сахарова. Там начнется праздничная программа «Мой город. Лучший на земле». Здесь же с двух часов начнут гонять байкеры. В это же время около главной сцены города гостей ждет огненное шоу. А ближе к вечеру можно полюбоваться красивыми девушками. Состоится конкурс «Мисс Барнаула-2019». А в 16 часов стартует авиашоу. Кружить в небе над набережной Аби будут спортсмены-парашютисты. К 6 вечера стоит попасть на площадь Советов. Там развернется настоящая битва боксеров. А по традиции в 10 вечера во всех районах города прогремит праздничный фейерверк. А я на этом с вами прощаюсь. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза – компания «Эвалар». Подписывайтесь на наш канал в соцсетях и хороших вам новостей.